Ну и наконец-то третья решающая карта Дриммерс против Омега Будет ли она однокалиточная, как первая или вторая Просто в разные стороны не были Или здесь будет реальная борьба мужчин Мы узнаем очень скоро Со мной Кристалл Мэй Только что-то он в муте, походу Ну ладно, что-то ошел немножечко Так, драфт, друзья Shadow Demon, Beastmaster, Dawnbreaker King of Pain и Terrar Blade Очень хорошие пики у Дриммерс И у Омега мы видим Mars Dazzle, Invoker и Тинь Ты понимаешь, какая-то прям кайф Я уже хочу смотреть эту игру Dawnbreaker? Тебе нравится Dawnbreaker? Да, ну мне просто покажет, когда Валора появляется Смотри, какие у нее бедра Да, бедрище у нее Я тоже, я хочу такие же Жалко, я приседаю очень плохо Ну, я был близок Я был близок Но Ты пока перестал заниматься Погоди, ты же занимался чем-то Да, да, я силовухой занимаюсь Ну, в смысле, в зале А, до этого чем ты занимался? Давным-давно я занимался футболом Типа, и фехтованием А, да, окей Я помню, я помню, чем ты занимался таким Да, да, да Ну, потом, типа, ну, то есть, да, у меня нормальные ноги были А потом вот силовуха как хоп Ну, и нормально Посмотри ноги Посмотри на ноги Бестмастера И на ноги Dawnbreaker просто Вот это реально А Dawnbreaker гигачат Еще и Просто у Чела какие-то топоры Какие-то непонятные Вот молот настоящий Вот это я понимаю Не, ну, Бестуха, видишь, он больше внимания уделял Тренировки зверей Он такой, лингвист Добавил себя Да, язык зверей изучал Гуманитарий, короче Чисто в виде Вот Соответственно, что там у нас Ну, кстати, марсианин Это вообще чисто, блин Одна и та же моделька из Dawnbreaker Мне кажется, они просто соседи Ну, они по концепту просто похожи Сами по себе Такой какой-то вот у них Армированные мужики Греческие Женщины Ну, да Хотя марс, это же как бы Это как это Греческая мифология Римская Ну, римская Оно очень близкое на самом деле Да, да Но типа Арес Арес бог войны в Греции В Греции, да А Dawnbreaker Это такая, скорее, скандинавская То есть она какая-то как валькирия, что ли Ну, так она же Стимпанковская валькирия Подозреваю, что Слово валора Типа Тоже к какому-то Ну, в смысле к каким-то северянам Типа относится, наверное Нордическое Слушай, снайпер Вот это кайф Вот это кайф А чего за снайпер? Я не уверен, что против второбой Снайпера это лучше Да Джеймария Нет Джеймария это миддл Да Четверка Тинни Четверка Тинни Марс миддл В смысле, Марс харда Дазл пятерка Ну и, соответственно Но это очень хороший пик Да, мне тоже очень нравится У него вот как раз-таки Вот такой пик Это прям самый кайф для снайпера Потому что у тебя два фронтлайнера Два жирнича Тинни и Марс Вот Из минусов Да, опять же До тебя есть кем добираться То есть клопа тебя будет кошмарить Висмастер постоянно палить Птичкой А потом шардом Еще встанет Этой птицей Будет напряженно Вот И Террор Блейд Соответственно с Драгон Лэнсом Тоже будет по кайфу Но в целом Если у снайпера все будет по игре нормально То он здесь всех разделывает В капусту А, ну Валора, да Валора, кстати, тоже нормально До него долетает Плюс-минус Вот Если бы на месте клопы был бы какой-то Спирит Я бы сказал, что страшнее в разы Брать бы с снайпера Но клопа это такая героя Которая один, конечно, что называется Блинк им и все И типа И если там с ней разобрался То снайпер в порядке Извините, пожалуйста Я подобился водичкой Не добись Все будет хорошо, братан Ох Ох Ну че тебе Так Ну короче Я здесь за снайпера Просто потому что мне нравится снайпер Как герой Я что-то последний Еще до патча Довольно Много сыграл на нем Игр На сейфлайне Ну их много Насколько возможно Если я что-то тройка Сейчас постоянно играю В последнее время Вот Но снайпера вот если на керри Оль, кайп вообще Да, он большинство лайнапов Прикол снайпера в том, что он большинство лайнапов Стоит хорошо Если ты, конечно, не слабенький Ну если Да То есть тут как бы еще момент в том Что ты раскачиваешь То есть есть люди, которые такие Ну типа сила снайпера в том, что он значит Берет хэдшот Тайкаим и значит убьет Шрапнель На самом деле сила снайпера в том, что ты шрапнель берешь Типа и уничтожаешь просто вообще в салат Если у тебя нормальный саппорт Вот А Даззл это нормальный саппорт под снайпач Очевидно Потому что два замедления Все дела Вы друг друга как бы понимаете Осознаете и убиваете Вот Вот этот бисмастер, короче Это прям Ни о чем против него И Валорок, кстати, с ним же То есть два милишника Против снайпера и Даззла Вдумайся вообще в ситуацию Насколько Да, это похороны Там надо крипов пулить Хотя, кстати, слушай А может быть они сыграют Типа Шадоу Демон 4 Я бы на их месте А вообще, кстати, да Шадоу Демон 4 Это лучше И вот этот вот парень С ником Джимми Ков 666 Как Рамзэш Он 5-5 у них Да-да-да-да Ну, значит, получается Шадоу Демон 4 Ну, все Тогда, в принципе, еще Играбельно Вот, потому что Если бы это была Валоро Презубийство Это было бы похороны Прямо С нулевой, что называется Валоро О, кстати, ребята Могут попытаться Триплой стартануть Да, мне кажется Это, знаешь, ганг потенциал У тебя два тонких героя И снайпер А, ну вот-вот Снайпер берет хэдшот Ну, КГ Прямо Потому что Ну что это такое, чел Типа Ты реально думаешь Что ты сможешь Вот сейчас Ну, ладно Вот если по нему ПБ сделают Это как бы проблема Не то, что он хэдшот Качал, да, понятно Ну вот По нему не сделают Походу на Б, да Понятно Но приятного Все равно мало Угу Так я к тому, что Типа ты играешь Против кабана И беста, да Самого по себе Типа с ним тыкаться Вот именно прямую Не то, чтобы по кайфу Поэтому Конечно Шрапнельку кинул Кабанов забрал Да, да Плюс голда Плюс экспо Причем у тебя еще и Пойзен От Даззла По этим же кабанам Работает Ну, то есть Ну, камон Ну, я не знаю Мне очень сложно Такие моменты Потому что У тебя есть сила Героя Ну, там у парня Сколько? У него первый Первый левел Снайпера на самом деле Да? Да То есть, может он Реально Как бы не чувствует героя Не знает, что на нем делать Ну, посмотрите Эпилептик Кида Он же Какого эпилептика? Нового эпилептика Как его зовут? Найтфолк Да нет, я про то, который Кэрри Виртуз про? Да, да, да Слушай, я Блин, нифига себе Я уже настолько давно Не видел СНГ регионов Что я не помню Да, да, да Я об этом уже говорю Ужас Какой ужас Позор Пур Пур, да Пуре Вот Пурешка, короче Как раз таки Показал первого снайпера И второго снайпера Я тоже где-то видел В Европе То ли, то ли Еще где-то Но это прям Просто пишный Совершенный герой И посмотри А, не, он ПТшки хочет Все, я спокойно Сейчас покажет Ну вот Шептонель наконец сделал Я уже думал, что он Драгонлэдс собирает Сейчас будет первым Сатом Спасибо, пожалуйста Что если ты не собираешь Момку То ты просто Ну, типа Не здесь Совершенно Мом дикий, конечно С Тайкаимом Причем я бы не сомневался Что Тайкаим понерфит Именно вот с точки зрения Того, насколько он Долбанутый Со 100% першопом Но потом его знаешь Чем понерфит Ты видишь Нет, нерф Что? С 25 на 50, короче Манокостич Нерф богов Спасибо Нет, ну, видишь Снайпер Мне кажется, что Снайпер должен быть таким Потому что это герой Исключительно ситуативный И Ну Вот Это Классно Так, а что у нас в центре Джиммария терпит очень сильно Но у него фейрифайер есть А тут на развороте Клснэп О-о-о-о, крепочки Ау-ау-ау-ау Приходится покупать пластку А у инвокера тоже Квас Ив2 А что ты ему сделаешь В смысле Задуешь, если мана будет А у него бутылка есть Сейчас руны появятся И можно Старые, кстати, вот руны Квапа была бы в кайфе сейчас Но С новыми рунами не в кайфе Совсем Потому что они слишком Републикации Так, смотри Боза на боте Да Да Но Валора там не раскручивала Или раскручивала Нет, не раскручивала Старпрейкер Короче, я понимаю, что Обычноество людей сидят у нас на виндах И всем пофигу вообще Но На маке просто Ну, типа Очевидно, что маковские компании Не созданы для игр Вот Так вот Если у вас подлагивает слегка От того, что Террорблейд нажимает первый спелл Да Потому что Ну Есть такая тема Проблемы с этим Так вот у меня Короче, комп просто умирает Где-то на секунду Конечно Это при том, что Там у меня, типа, современный прост Типа, новый Хороший Вот Типа, для рендеринга Все остальное Да, ну, ёй ФПшечка в том На миди, на миди На миди еще На миди еще Продолжение Ой-ой-ой Клопа задавила И получила Колдснэп Умерла Классика Не суй Квас Виксовому инвокеру Пальцы В рот Откусит Взяток Ну, я бы сказал Просто не дави Под тавер И под крипами Типа, все остальное Можно делать Все что угодно Ну, хорошо Только если он пошлый Так, что-то меня понесло Это ночь наступила Я не знаю Нам просто сказали Что можно чуть менее формально Вести трансляции Я пытаюсь прощупать почву Когда мне менеджер напишет Скажет, что я уволю Ты скажешь, что я просто щупал Она скажет, что ты пошлый Да-да-да Ладно, извините У нас чат Вот начинаются уже В топе проблемы Бестмастер Ну да, он там пытается Как-то зайти за вышку Выпулить пачку Но как ему противостоять Вообще Против вот этого вот Лайнапа Просто чудовищного Снайпер не прощает Просто не прощает Да, у снайпер 29 Против 13 У бестмастера То есть это супер Ну, в чем проблема С бестом Соответственно С такими таймингами Что ты не получишь Под первую Даже Ну, только под вторую Каретку получишь Доминатор Вполне вероятно Да, у тебя не будет Этого сноубола Быстро остаться в вышке Ну, и все тайминги похерены Потому что бестмастер Герой именно Про то, что он двигает карту А если ты не двигаешь карту В таком майнаапе Он не двигает ее Он еще и мангусы Себе покупают То ты как бы не герой больше Ну, в смысле Ты герой Потому что ты баф даешь Да, с другой стороны У Террор Блейда Тоже очень хорошая линия Это правда Получается И в чем, например, проблема Вот к вас фиксовым инвокерам Побежать в Террор Блейда И убить его Можно, но нужна какая-то Наверное, еще сторонняя помощь Марс нужен Может быть Тиний Может быть Вместе с ним А вот Квапа побежит В снайпера Она его убьет С какой-то сторонней помощью Так, кстати говоря Оставил только Даззл Чуть-чуть Чуть-чуть А что он не ушел-то Ну, ладно А тут прошел Сейчас они Блейка убьют Или нет Да, убьют Убьют, убьют Сейчас кончится Грейф И его шкварнят Поездно Хотя его Даззл Фласку Ой-ой-ой-ой-ой Вот это Некст Лаул Плей Саша Но шкварнят его Неприятно все равно Ты его шкварновал На фулл хп практически Да, если бы не Фласка Он гарантированно бы умер Так, Волор умер Чтоб ты понимал Типа еще при этом Сом ПТ на силу не поставил То есть То есть вообще Не, ну он лечился Флаской-то, наверное Может Ну ладно Агильным Ну все равно страшно Согласен Смотри Квапа телепортируется в топ С Аркейн Руной Очень хочется нажать ей Соник Но кажется Снайпер Чувствует, да? Чувствует или не чувствует? Он слышит Что ушел мидер Ну-ка прыжок Прыжок Веры Ну а че Минготез здесь стоит Вы че? Чел? Уйди У тебя на миде Шадоу Демон стоит Значит, уж Квапа точно ушла Ёшкин Гени, гений Гений Просто гений Лучшие игроки на планете Земля То есть Это все равно, конечно, не оправдывает то, что Снайпер все равно погибает Но с другой стороны А, еще он в лосхит Да, он получил лосхит по дрейкену Это еще хотя бы так Кстати, дрейкен забавно, что есть Типа профессиональный Был, точнее, профессиональный игрок Из Швеции Дрейкен такой Ну, как было, наверное, есть Но не очень играет Но это просто батя Супер-богатый чел Поэтому Конечно, что Квапа-богатый А, это будет плохо Но Поэтому, вообще Не ставить Вот, и Сейчас я думаю О, ну, как бы дрейкен У тебя в голове Лэшбэки У всех кайсеров тоже Жалко, что кайсеров, наверное, здесь мало Потому что Людей не очень много Подвышку Да подвышку беги, мужик Ну, хилься Что? Мог бы выжить, кстати Что-то демо Ну, да Там подвышка Реген большой Вообще, кстати Вот, если там этот байт был Вот, наверное, на топе Да, потому что это явно был байт Подготовленный, так сказать Крест под Сониквей Можно было позвать Одину В общем-то Типа, чел У тебя четверка Ну, АФК Ничего не делает особо Можно было бы его позвать Он, блин Добил бы Такую Апу Квапа же ушла Новую хп Вот Ну, что-то они его не позвали Я не знаю Вроде были готовы Но, с другой стороны Видно, что не особо Сильно готовы В общем, похоже Надежда-то у нас На кого? На Террор Блейда? Потому что Квапа, что-то прям Совсем сильный мид Проиграла С этими гангами Сколько Так у нее один ганг был Всего Она просто проиграла Потому что она Зафигила На миде Когда она Убрала От инвокера Если бы не это То у нее была Еще другая ситуация Сейчас А вокер с этим Вот этой штуки У нас сегодня Был инвокер Который на 22-й минуте Собирал Умидас Че? Ну, дампист Рор тратит Ага Нет, тут Че-то не здесь Не, Омега Походу Это берет По ощущениям Пока Потому что Не делают Есть подозрения Что они Что не очень В курсе Че делать Дримы Вот сейчас Именно таким Драфтом Да И у них Предыдущая карта Была выиграна Одним человеком На теннике И сейчас Этот человек На квапе И он Как бы Не это Не здесь Слушай, ну Арену Доджит Товарищ Литерар Блэйзи Смотри на Джимар И вот Посмотри на Дрейкена Который Короче Видит Что Под ним Стоит Блокер Сандер 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 Ну там тоже Да там понятно Там снайпер Ему сложно Что-то сделать Не-не-не-не-не-не-не Объясняй ситуацию Так Короче Инвокер В инвизию Под гоствоков Заходит Прям Вот под вышку Практически полностью Прям на грани стоит Бестмайстер Стоит у вышки Он видит Что его Крипы Замедляются Под гоствоков На них аура Гоствоков Он выходит Сам И умирает Куда Ну то есть Чел просто Ну Не Видит Ауры Гоствоков Он сам Начинает Замедляться И он все еще Идет вперед Ладно Крипы Ладно Не увидел То что на кабане Алан Ты сам выходишь И он идет дальше Не могу понять Почему такое Маленькое преимущество У Дайер При слове Что я вижу Типа снайпер С террорблейдом Вровень У инвокера Там С саппортов Мало денег Да-да-да У шаду демона Больше денег Чем саппортов На станет Я думаю В этом все Идея Типа В разницу Видишь Когда ты пятерка Ты обычно Реально можешь Немножко Почувствовать Вся грустная Нужный вопрос Да-да-да Минготэ Короче Не очень Снайпер Он Как ты видишь Пошел в Майл Первым сотом То есть Купи Мом Майл Все Ты выиграл Выиграл Потому что Это нереальная скорость Фарма Нереальная скорость Передвижения Убийство Кого угодно Ложкой На любой части Карты Но вместо этого Ты покупаешь Майл Который Да Неплох У меня вопросов нет Это лучше Чем дезолятор Помню Тут мы разговаривали С одним из чего А из этим С чуваком из Немиги Который играет У них на сейфлэне Когда он проиграл Игру Которую он обязан Был там выиграть Потому что У него был Лют в старт Он короче Купился вместо Майл От дезолятора Мы его спрашиваем Типа Ну а че дезолятор У нас же был там Билд С Майлом Все дела Получилось Хорошо Он говорит Я просто не люблю Майл Мне не нравится Как ты пакт На любом Кире героя Типа Понятно Ты такой Ну типа Да Окей Хорошо Отличный подход Наверное Я опять же не осуждаюсь С секундой Мне нравится Когда у людей И свои вкусы Наверное Самым вкусовым Человеком С точки зрения Сборки артефактов Был наверное Энтернолан И всю свою жизнь И остается Пока что Пока что остается Никто его еще Не смог Придеть Я Я ищу Какого-нибудь Чувака Который Я Ну в смысле Хочу Увидеть Ну вот Посмотрите На это убийство Ложкой Просто Снайпер Стоит под шапнель Убьет Смайла Миллион лет Это несчастные Стаки Криков Ну это больно Смотреть Мом Купи Чел Что Мому Сабили Может Я не знаю Может Я че-то Не Маску Супер Давай все То же самое Они меняют Все Все Там То же Самое Так Вот Чем Мне нравится Валора Это тем Что Она Может Вот так Стоять Откидывать Топорики Свои Уходят Из арены Но я Все равно Конечно Виллы Здесь Да Виллы И точно От миди В миди На снайпера Напали Да Нет Это Тинни Извините Пожалуйста Сказал Что это Снайпер Вот И Это минус Мидл Сильно Сильно К вопросу Валоре Она явно Не настолько Хороша Как Тренд протектор В этом вопросе Это правда Да Тренд протектор Он Конечно Ну просто Видишь Валора Она В чем Ее сила Это Саппорт Вот Если вы Кэрри Игрок И как только Вы Ну Попадаетесь Где вам Нельзя играть На кэрри Вы сразу Берете Пуджа И мажете Всеми Хуками Попробуйте Другой Подход Берите Донбрейкер Ты Что-то Стоишь Что-то Вроде Там Линию Как-то Саппортишь А потом Ты просто Стоишь На лине И просто Фармишь Как будто Ты Кэрри А потом Нажимаешь Ульф Тиммейта И у тебя Все Классно Вот Я бы сказал Что еще И в том Что Типа Ты на первых Духов Вах Вносишь Такой Объем Деммеж На саппорте Который Небносит 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 Саппорт Очень Хороший Дизрапшин Был Сейчас Но Как развернуться В это Непонятно Ага Ультиммейт Донбрейкер И кажется У инвокера Могут быть Здесь проблемы Террор Приходит Используется Крест Будет ли Телепорт Может быть Какой-то Без Марса Такие драки Невозможно Принимать Они пошли Драться Туда Потому что Они знали Что у Марса Нет ультимейта Потому что Он тратил Только что Его на боте Соответственно Они знали Что никаких Дизейблов Не будет А если нет Дизейблов То контратаки Нету Одного Тинника С его Гречкой Слишком мало И мы видим То что Есть превосходство По товарам Уже у пацанов Из Дримов Это хорошо До них Вот Мидл Тавер Не трогали Омега Практически Ни сотой секунды Но это в целом Типа вопрос будущего То есть У них снайпер Расфармливается Опять же Все еще считаю Что отсутствие Мома И сборка Майла Вместе с Драгонлендсом Не самый лучший выбор Но Мингатэ Мы видим Понимает Что с этой сборкой Он просто Ну все равно Не драться Не собирается Поэтому Пока что Ему можно покачаться Коэффициенты От наших Коррешей Из винлайн 1.65 на Омегу И 2.15 На команду Дриммерс То есть Ну Это всего лишь Один фраг на инвокере Всего лишь Один фраг на инвокере Ничего не значит Совершенно На беста Он залез На дрейк Да Ну Марсианин Сразу Как только получил Блинк Даггер По этому Блинку Не было ни суть Классический Смог под Блинк Это Прям школа доты Типа класс 2й Наверное Да Вот Первый покупай Блинк Второй Класс Переходи Просто Под смоком Куда нибудь Гангать Вот Но Инвокер На боте Попытались На него Зайти Под смоками Решили Что Под смоками На вокер Не прикольно Заходить А вот На Минготе Можно А кто нибудь У вас сможет Походу Должен умирать Урш Ну подожди Я бы не был Так А Соник Ой какой Соник Оооо И все Грейв Ну ноль Смертей Ноль дамедж Ну ладно Все нормально Убили клопу На развороте Не ну это мимо Конечно Тем временем Еще заход От Джимми Точнее на Джимми Джимми Летает Ветра Волора убивает Пока импакт Волора Не так много Хотелось бы На пятерку Она может себе позволить Будет не очень эффективный Трорчик Что у нас там У Трорчика У Трорчика Летит Манта Или что это такое Не манта Сорри Слишком Слишком Рано Для мант Волора Куда Манта А я нефрикозная Суши Здесь она Не особо нужна Но польза Снимать Там Какие-то мелочи Опа Как же красиво Сыграл Тинни У нас вообще В этом регионе Четверки Вот Дважды Да Мы уже Видим Четверку Тинни Супер Мега Офигенными Очень Очень Хорошо Исполняющие Ой Как же Еще и Поцел Волора Я просто Не могу Это какая-то Там Если чё Грейв Нету Да Кстати Со станами Чё-то Мы тоже С тобой Особо Не обсудили Но контроль Здесь Чё-то В печали Прямо Прямал Рор Вот Это Кстати Может быть Супер Грубейшая Сейчас Это Мега Палевный Момент Снайпер Готов Туда Прийти Шрапнел А у него Нет заряда Блин Неужели Они Не Видят Там Вот Санстрайв Ну ладно Да Они Не Не Пойдут Что Не Не успеют Не успеют Капец Это ж такая халява У Марса арена Снайпер Со шрапнелем Но они Они бегут Но они не успевают А тут Что И все Ушли Капец Арена В пустоту Ну тут нефиг раться Если честно Рейдиан Вот Сразу скажу Потому что Меты нет Соника нет Идти на хг Они сейчас Просто отдадут Они Что это Происходит Они сейчас Умрут Кто Рейдиан Летает Палор Играет Привет Мне кажется Рейдиан Сейчас Мега-килл Смотри Ну типа Квапа выйдет Забраться А там Метаморфоза же нет Точно А зачем Разбраться Тут сейчас Инвокер А ну у Инвокера нет Скиллов Но он может Пожать Инвокера пока Но там Ой-ой-ой Он вышел На центре Ну и вот Моментальная Размена Аегиса Во что В Марса И отдачу Думбрекера Зачем была Эта драка Тоже Не знаю Задача Рейдиант Покачаться Выформить БКБ На квапе Выформить Что-то На Террор Блэйде И потом Уже пытаться Что-то делать Можно играть На сайдах Можно пикокать Но в остальном Это Не знаю Это все Мне кажется Ты немножко Недооцениваешь Просто еще Менталитет И подход К людей К игре Это немного Другой подход Ты либо Показываешь Яйца Либо показывают Яйца тебе Очень важно Очень важно Понимать А если Ты не просит Посмотреть Нет Может быть Тогда-то Посмотри Короче Я к тому Что Тут Люди Немного На другом Совершенно Флоу Существует Кроме Т1 Это Второй дивизион А как говорится Флоу Дороже Лирики Правильно? Да Да Это Понты Еще Ощущение От того Что Я тебя Придушу Мне пофиг Метаморфоз Не метаморфоза Я вошел В милишной форме Торрубейдом С мантой Драгонлэнсом Всех убил Один остался Снайпер Берет себя ШП Интересный артефакт На самом деле Но Прикол ШП в том Что Под снайперов Все время Нужно будет Таскать Детекшн У меня Скорее вопрос Другой А что бы ты Сильвер Не доделал Может БКБ Все таки Тоже Видишь ШП Это скорость Атаки Это дамаг Это то что Снайперу Надо Действительно Это такой Ну и Скейт Как бы Неполноценный Потому что Ты не можешь Рассчитывать На то что У соперника Никогда Не будет Дастов Там Донбрейкер К тебе Прыгает Прям на голову С ульты Квапа Может тоже Напрыг У тебя Убить Там Террорблейд Потенциально Может купить Блинк Но он вряд ли Будет Что-то такое Так А тут Что у нас Натильника Атака Марс Ищет Бест успевает Дать скиллы Но Бесту Здесь вряд ли Удастся выжить Он тянет Время Но Это Пуш А Валора Зачем Нажала Ультимейта Нажала А Умереть Она 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 Просто Улетела Обратно Так вот Что хотел сказать Хочешь дедовскую Фразу Классическую А вот Купил бы Снайпер Он бы Игру Закончил Понял Так Нет арены Что могут Сделать Рейзент В этот момент Ты видишь Где баунти Ровно Боже Где какая Смотри Сейчас на Митл Короче На Дайр Сайт Там Сейчас Крипы Проходят Типа Сентр Стоит Вот Левее От него Под лески Это Кто-то Выкупал Там Ну Подозреваю Ну Не Тоснули Ну Да Это Тиевой Баунти У вас Прост Даззл Копает Лопаты Да Не на сохранение Лопаты Женецкая Она Типа Короче Потом Ее Раскопают У нас Этот Баунти Подберут Типа Через 40 минут Итем Кулдаун Битакшн 50% На любом Левеле Прокачки Ульты Понял Ну Новый Даззл Я слышал Что сильнее Так Инвокер Вешает На себя Лакрити Попытка Сбушить Бот Тини Уже Здесь Стоит За Т2 И Пахнет Все это Конечно Очень Нехорошо Для Для Рейдин Безусловно Они пытаются Разменяться Слушай С другой стороны Там нет Глиф И это будет Размен Товарами Но лететь Бот Дефать Нельзя Если кто-то Запорталится В бот Я ставлю Паузу В игре Сразу Я не могу Я буду В чат Писать Не идут Не идут Хорошо Хотя бы Все хорошо Хотя бы Тирарблейд Отсылает Иллюзив Этими Иллюзиями Он ломает Выше Достаточно Сильно Вот еще Что хотелось бы сказать По поводу Даззла Слушай Так Даззл Это же получается Вообще Отличный герой Против террорблейдов Вдумайся Беджужу Повышает армор Твоих тиммейтов Правильно? Да Первое Ты покупаешь шард Нажимаешь Пойзон тач И уничтожаешь Иллюзии террорблейда На предыдущей карте Тоже был Даззл Против Фантом ланцера И как бы Это тоже хорошо Что ты кидаешь Пойзон тач И уничтожаешь Все иллюзии Но он слишком быстро Их платит Слишком быстро И в этом Ну как бы Есть в этом мазок Когда ты Ну видишь Пээлла Ты в него Пойзон тач Сразу видишь настоящего И в него летят скиллы Тогда да А если драка затяжная То никакого смысла Тинни в лед Смотри С блинка Первый раз Реализация блиндаггера Пошла на Тинника Сочнее от Тинника Но не очень Арена Дальше уже продолжение Деммана не хватает На бисмастера Вообще не до того Очень хватает Недготая полностью Вне позиции Худшая драка Снайпер Снайпер Типа Это вот Классическая команда Снайпера Я вот каждый раз Когда беру Снайпера Мои пацаны Говорят Во Чужой треугольник Значит Звук раун И я такой Хорошо парни Уже бегут Да Да И я продолжаю Фармить кипов Меня вся команда И тут как бы Случается Одно из двух Либо ты идешь С тиммейтами Вы все умираете И вы проигрываете Игру Либо ты не идешь С тиммейтами Они идут без тебя И убираете И вы поигрываете Игру Жиза Жиза Жизулечка Что неприятно было Торнадо в арену Нехорошо Если стоит арена Торнадо туда кидать не надо Туда надо кидать Метеор ЕМП Там должна стоять Стенка Можно кинуть Бласт Чтобы врагов Пошатать к стене Да Арены Вот А торнадо Ты просто как бы Стоит арена А ты говоришь Так В арене Никто Врагов Бить не будет Не будут летать В торнадо Вот Поэтому Тут инвокер Поторопился Да Но это не сильно Изменило бы К сожалению Ситуацию Ну скорее всего Потому что Ну просто Ну то есть У тебя есть Вот этот Гэп Когда ты Получаешь Блинк Даггер А у твоих тиммейтов Блинк Даггера нету Кроме Марса Должен понимать Где твои тиммейты Могут находиться Где не могут Дарк Демон Слишком рано Инициировала Команда не была готова По позиционке Слишком шла Ну это классика Жанра Кстати на четверках Всегда хочется лететь Типа Как только Блиннаггер получил Такой Ну Ну лево Направо А то что Дэмэджи у тебя Ноль Потому что Ты как бы Тили 4 С 11 Кого ты можешь Здесь раскастовать Никого То есть Шаду демона Максимум Ты способен убить И то не фак Что за раскраску Так А что там По коэффициентам От наших корешей Из инлайн 1.77 На омегу И 1.97 Уже на дриммерс Вот так вот На ману На ману Комбэчная Это пошла Так Ну у нас пока Не уволили Поэтому Смотрим под смаком Как заход на мидл Короче Марсианин Не Ну этот чел Конечно Это просто Некст лово Я не понимаю Что он делает У него Так Смотри У него было Ну ладно Ты не можешь Нажать бкб Телепорт У него не было Бкб А он на респе Да Закрыл Да Ну Я что хочу сказать тебе У тебя ноль на карте Никого не видно Он где-то на мидл На репу Фармить На мастера Я что хочу тебе сказать Это конечно Все прекрасно Рейдин захватывает преимущество Но как Заходить на хгк снайпер Я каждый раз Когда вижу снайпера Молюсь Чтобы он доминировал И забрал грунт Я знаю Да Но в этом патче Ладно Но был патч Я уверен Что огромное количество Людей Они возможно Не застали этот патч Потому что он был очень старый Это была вторая дот Но это был старый патч Это был в 2015 Да Ты пикаешь снайпера И неважно что происходит В игре Неважно вообще Ты можешь 20 тысяч Лететь на 20-й минуте А потом враг заходит К тебе на хг Ты делаешь два фрага И ты полностью Камбэкс И вот это вот превратило По поводу старого патча С камбэк механика Или по поводу Да Да Вот это вот Снайпера Снайпер тролли Жагернау Вот Акс Вот этот вот патч Их герои У меня Шабь ты понимал Я играл тогда Снайпером В харде Вместе Ну тройкой С своей подругой Которая брала Сиагра И у нас был Винрейт 82% На протяжении 100 каток Ну и может Это жестко 70 каток Потому что это просто Был ну типа Герой был совершенно сломанный А тогда за победу А сейчас Сейчас 20 Я честно говоря Не помню Ну и потому что Короче О том что Шабнель была Совершенно сломанная Арена У стату тут Видимо как-то На Сент-Трике Увидели Нет, они у стату демона Они не видят просто Они не видят его до конца Он подошел Показался Видимо где-то на Сент-Трике Вот теперь буржа пошла И пока бешечка Нажата по буржу Нормально И тост Домой Но пришлось подставить Для этого Дарк демона И он умрет Тут такое Не прощает Но выбили метаморфозу И сейчас кстати Демоны В смысле Дрима не пойдут Ворошана То это ГГВП Потому что Как только закончится метаморфоза Ворошана пойдут Ну ладно Они пойдут Ворошана Молодцы Ну я и говорю Если они не пойдут Ворошана То это ГГ Они пошли Ворошана Я на самом-то деле И успел забыть Насколько Валора Много стойкости Дает Используя ультимейтс Когда у нас ГГВП То есть Вот прям Очень-очень тяжело Пробивать У снайпера Пока У него есть урон Он неприятный То есть он бьет Но Когда Валора Начинает хилить Снайпер Не пробивает Шарапнель Перестает работать Потому что Там хил по области И Там еще будет Аганим Скоро с Аганимом У него просто нет Второго чела Который нормально Доманит Ну да Инвокер он такой То есть если бы у него был бы Второй чел То такое Да А то парень Ну инвокер И вообще пока Не убийца Не убийца Но он может убивать Но не убийца Там БКБ Там ни у кого Кстати БКБ Нет до сих пор То есть по сути Пик команды Дайер на данной стадии игры Он же очень легко Файты выигрывает Ты просто прыгаешь Ставишь арену Там ты можешь Даже копьем не попасть Но если туда Влетает Тинни Там работает Шарапнель Инвокер туда Метеор Бласт кидает Все там Плохо всем Ну по крайней мере Пиков и какие-то Сладенькие По сайдлиниям Делать это вообще Одно удовольствие Таким пиком По вопросу просто О квалификации Классификации героев У нас вот такого нету Но я начал тут Последнее время Поигрывать в Алдрифт Простите меня Дорогие друзья Это мобильный лол Если за что И у них есть Квалификация Короче Как убийца И это довольно мемно Потому что ты Ну как бы дотер Ты понимаешь Что убийца Может быть любой Да Герой был саппорт Он может быть убийцей Потому что Если его грамотно использовать Нет героя Который не может быть убийцей Да Оракл Который специализируется На подхиле Все еще может быть убийцы Потому что Ну Типа Берешь Там дикий объем Демаги Магического Дагон Какой нибудь Трилб Все Давай Но у них есть Прям квалификация Добавим Добавим Ну и что Не лучше По факту Да Да Знай Выручай Там 17 секунд Своё лишь Дай Тони Он выйдет Совсем скоро Там метаморфозы Три секунды Нету И в целом Метаморфозы Наверное Погнали Погнали Ну иллюзия одна осталась Ну так нормально Стоит с правого боку А Марс Смотри Слушай Слушай А Марс Хочет ПКБ Нажимается Тут же Сандер Используется Дизрабшинг Валору Валору Влетает Кому-то Бьет Террарблейд Крест Висит на Марсе Марс На арену Поставим Он умрет Он умрет Он умрет Он умрет Он умрет Он умрет А теперь ШД А теперь Ах Не умрет Он ушел за арену А точно Ну он кстати Умирает Так Стеночку Давай Стеночку Стеночку Хорошо Все Все Родной Давай Емпшечку Туда же И подкинули Красивая Аминус Кто нажимает БКБ До окончания Эггисейтер И метаморфозу Ну видишь Он в принципе Не так плохо Все сделал На Террарблее Да Он все сделал Оптимально Чувствую Нотку сарказма Он правда Сделал все Оптимально Просто вопрос Другой Типа Ну А жить Тоже хочется Наверное Им просто не стоило Вот Настолько Да Они подошли Увидели там Всех героев Окей Окей Ладно Мы Попрочаемся Мы никуда не торопимся Да Лейте Они в порядке Тоже То есть Не то чтобы Снайперов В соло Все закрывает Здесь Не существует Просто Да В лейте У ребят Будет Все Просто Пока Бистмастер Такой Ну Не могу Сказать Что Прям Нонфактор Он довольно Много Импакта Делает Но У команды Омега У них есть Марс Который Может добраться Из Рарблейда Или там Вопыток И ДШД Может добраться Убить важных героев А в пике Радиент У них нет Такого персонажа Который может На снайпера Реально сесть Прям по жести Знаешь Когда у снайпера БКБ появится Капа на него сядет Ну Она прыгнет Запорсит его БКБ А дальше Он убежит А Бист Вот он купит Себе БКБ Дайгер Когда у него БКБ Дайгер появится Вот уже тут То он И будет Для снайпера Представлять Серьезную угрозу Потому что Еще фактор Вот этой темы Сосломом позиционки У тебя два героя Которые ломают Тебе позицию Это Тинни и Марс Очень круто все делают Пацаны Во-первых Во-вторых Ну то есть Может быть Не всегда круто Но Сильно влияет На позиционку Файти А позиционка Файти против снайпера Это вообще Твоя жизнь Типа Это вообще все Потому что Все стоит только на одном Добрался ты до него Или не добрался Если не добрался Получаешь пощаду А здесь А у героев Дримов У них нету Способности На смену позиционки В смысле На то чтобы Сломать позиционку Противнику Типа Ты с Клоком Оптимальнейший герой Который Делит файты на 2 Делит файты на 4 На 25 Типа Короче Математика Честно Видя Вот И Такие герои Просто супер сильно Нужны против снайпера Здесь мы видим Да это все статичные герои Которые максимум Что могут дать Это станы Статично И не передвигают Оппонентов Вот Не разделяют файты И не ломают Позиционки противнику Что грустно С одной стороны С другой стороны 5000 нутворса Все еще нормально Идет Дарк демон Временный сплит пуш На боте Но Я прекрасно понимаю Что его могут сейчас схватить Так сказать Но сделать Блинкаут Типаут Нет Не сделать Блинкаут Типаут Синдром Вот этого последнего Крипа Ох У меня На самом деле Этот синдром Настолько сильно развит Я каждый раз Когда на керри играю Я такой Вижу пачку И думаю Типа Ну блин Я же огребу Я все равно Иду Я огребаю Потому что Знаешь Мне кажется То что игра За керри Типа Ты можешь Выиграть Мигру Проиграть Игру Это не всегда Даже так важно Намного чаще Тебе в кайф Когда у тебя ГПМчик большой Прям нормально А если ГПМчик Большой Означает То что ты рисковал Скорее всего То есть Ты скорее всего Играл Неопрометчиво И это скорее всего Означает То что противник Просто тебя не наказал Поэтому он был Скорее всего Слабее Но если Ты играешь По своего Максимально Из всех возможностей Которые у тебя есть Из всего спейса Которые у тебя есть То обычно Твой ГПМ просто Ну типа Нормально Ну ты не перефармиваешь Прям жестко Да-да-да Вот И ты смотришь На эту циферку И думаешь Не, ну Херня Вот Поэтому Ментальная же Мы же всем Фанаты цифр Да То есть Даже гуманитарии Все равно Внутри себя Любят Когда циферка Красивая Когда много Киллов Когда много Дэмэджа Когда много ГПМа А ГПМ в случае С Керри Соответственно Тоже очень Значительная цифра Очень важная И ты такой Я вот в следующий раз Набью там На 20% ГПМ и больше И вот начинаешь рисковать Как Ну это подсознательное Мне кажется Синдром С Керри Так И тут Попытка от команды Дайер Переломить ситуацию На карте 8К преимущество У Рейдиан Они готовятся Кого-то здесь поймать Но Бестмастер Ревилит Эти все смоки Там 250 голды Просто было отдано Бестмастерам Если что А теперь он отдает Себя еще А щитикл Но помимо того Что Дарк Демон Красава Это точно Ну зато Понял что Линка У Инвокера Это тоже важно То есть лучше понять Что Линка Инвокера Вот в такой ситуации Чем в решающем файте Когда ни у кого нет БКБшек Ты прыгаешь Рор А у него Линка Ну подожди Смотри Вот он отдал 1100 голды По-моему Да Он отдал 865 С собой И еще Сверху Дикозабрам С Доминатора 250 Ну короче Подкосай 1100 С лишним Да Ну то есть 1100 Вот Нифига не круто Ну то есть совсем 1100 за один смог Конечно вы скажете Цел нормально В такой стадии игры 32 минута Все таки Вот Ну Такие Такие Так Вокер Ищет Что-то ищет Ничего не находит Такие Нормально Ну у нас получается Какая-то там борьба Серьезно развивается В третьей карте Первая карта была Просто в соляную Залито Этими дримерами Вторая карта Наоборот И теперь вот Равенство В нашей жизни С тобой Я уже думал Тут изи катка Две по 20 Но Нет тут Прикольно Мне нравится Я давно Дота не комментировал Поэтому в кайф Да В Южной Америке Тем более Во втором дивизионе Посмотреть Вот такую вот Доту Оно Оно редко бывает Так как Если завтра По-моему Первый дивизион А? Опа Я говорю Завтра у меня По-моему Первый дивизион Сравню хотя бы Что там происходит Сейчас Не Рофлы Стабильности С одной стороны Регион Хоть и слабый Но с другой Сторон Он порой Тебе показывает Как знаешь Первый мажор Предыдущего сезона Итандер Предаторов Например Когда ты такой думаешь Боже Я влюблен в эту доту Это совершенно другой уровень Вторые дивизионы Второй дивизион Самый интересный У СНГ Наверное Очевидно Потом У Южной Америки Наверное Да Наверное Потому что Юго-Восточная Азия Что-то Китай Китай Лучший Первый дивизион Первый дивизион Реально лучший В Китае Вот без рофлов Ну по балансу Мне вот прям Очень нравится Первый дивизион В Китае Но второй У них один из худших Не знаю Странно кстати Достаточно Но я помню Да Еще когда В свое время С Майлом комментировали На штаболю В Китае Такой Как они там Вгрызлись Всем что есть Ну там Соник Под аркейном Был прожат Несущественно Инвокер Инвокер понимает Что он может Абсолютно Безнаказанно Вот так вот Спритить Потому что Его никто не накажет А хотя Могут наказать Знаешь как ШД собьет Линку Пуржой А там Суда кстати Сейчас похода В таверне Нет Нет Не хватило Дэмэджа У Дарк Демона И вот Это называется Пит Да Ну бывает Он реально Очень близко Тол Потому что В Китае Дикий спасли Джеймарик Телепортируется Причем Телепортируется Очень нагло Даже не прожав Блэкинг Бат Мало ли Что могло Прилететь Вот там Старбрейкер Почти раскастовался Все таки Ты все еще Считаешь Что Ну в смысле Все еще Не читаешь Пацанов Тут пацаны Ну Они на другом флоу Они на ощущении Третий Рошан Третий Рошан Третий Рошан Смирок Всего Отсутствие Нет контеста Вообще Никакого На этом Рошане Рефрешинг Терерблейду Можно Ну по идее Хотя далеко Те смотри Два Соника Тоже жестко Не уверен Не уверен Кстати Ну то есть У тебя Аегис У Терерблейда Типа У тебя Аегис Пропадает В смысле Под метаморфозой Заходишь Бьешь Тавр БКБ Нажимаешь Да Умираешь Максимально С импактом Поднимаешься Нажимаешь Рефрешинг Сжимаешь Метаморфозу Абсолютно Полностью Согласен Подписываюсь Под каждым словом Вы просто Отдаете Квапену Типа Это же Ну это Я не знаю Как это назвать Ну а У него Терерблейб Снайпера похоронить Вообще Без проблем Можно Но вот вопрос Тебе не надо Даже его хоронить Тебе плевать Ты стоишь Терерблейдом С миллионом Армора И ПП И стоишь Просто бьешь По тавру Тебе не нужно Саниматься С ним еще Тебе не нужно Даже файт Выигрывать Просто чтобы чел стоял Для него стояла команда Да Радиант могут сейчас Закончить игру Если просто Хорошо подерутся Посмотрите Что по байбекам У нас Я правда Вижу линку На снайпере Боже У него в команде Уже линка Есть В виде инвокера Если хочешь Чтобы у него Тебе линка Была Возьми Попроси Чтоб Инвокер Кинул Чему якобы Тоже надо Но Это не странно Это тит Серьезно У меня тилит От этого Потому что У тебя чел У тебя не хватает Дэмэджа Ты единственный Герой Который Может Выдать Дэмэдж У тебя Лакриси В виде Бафа И вся команда Играет Только на тебя Возьми ДПС Или Супер просто У тебя нет Вообще Ничего Кроме Дэмэджа Такой Старый Так У него Этот сам Я его Мы его как Блин Укинули Жесть Далеко Донбрейкер У нас хорошие Тилики Регион Тилика И регион Саппорта Тилика Позиция Поломана Просто Невероятно Да Донбрейкер Это местный Пудж Короче Тиня Аирлайн Этот самый Знаменитый Ну Реально Снайпер То что делает Я еще не знаю Это Чьел Ну Погоди Пока работает Так Маркс Идет вперед Это не он Работает Как раз Если бы он Работал То это Агонимное Это Терровый Вейп Да Он нажал Терровый Убил Лисикса Сейчас убьет Еще кого-нибудь Или нет Хочется Не хочется Я не понимаю Надо им туда Идти Потому что БКБ КД У Терровой Летает С Аква Пан И хочу Попрещать Это Кстати Рефрешер Это Был Рефрешер Самый Пустой Рефрешер Я Без На планете Знаю Такой Это Какой-то Что Они Делают Это Минус Сыровой Дважды Терровый Смотрит Он Прожал БКБ Очень Вопрямь Убили Марса Он Смотрит Думает Хочу Дойти Не хочу Потому что У меня БКБ Уже Закончится Сейчас Ему Говорит Надо Хорошо И даже Метаморфозу Не прожал То есть Рефрешер Отдали Квапе Для того Чтоб Она Попала Суни Квейвом В Дазлов Да Дело Не в том Что Она Попала В Суни Квейв В Дазлов Она Из-за Этого Рефрешера Забайтила Террблейда На то Чтобы Пойти И сдохнуть Это Просто Мем Зачем Ты Это Делаешь Братан Ты Просто Байтишь Свою Кора На смерть Да Минус Аегис И вот это Все Минус ТМ Ничего Не делать Сейчас Когда противник Ошибется Они не могут Сейчас драться Нормально Снайпер Айяя 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 Там Ленка сбивается Самая легендарная Ленкингсфера Для того Чтобы Чтобы Контрить Артефакт На 1400 Надо Купить себе Артефакт На 5 Да не Он не Это На самом деле 4600 Да Прямо Урора Я понимаю Потому что Сбивается Все Сбивается Чем Фиговой тучей Сплот Здесь Сбивается Ну ладно Купил Купил Блин Что мы тут Ушить Мне кажется Снайпер Не готов Отсюда Уходить Зачем Уходить 14 секунд Что есть Пока Мили барак Снимаем Все Они могут Зафорсить Драку Сейчас Когда террорист Спан Сзади ШД Айяя Снайпер Пошел Валору И Хороший Утимейт Валора Правда У снайпера БКБ Вот самый Красиво Капец Красиво Пытается Телепортироваться Террорвейв Жесть Джимми Ков 666 Я думаю Что это было бы Красиво Если бы он Правда Затаймил Но я уверен Что он Нифига Не таймил Просто Должно Я так Затаймил Думаешь Я не верю Конечно А почему Чего он Ждал Когда ворвется Кто нибудь Из его тиммитеров Чтобы на него Можно было Утимить Ладно Ладно Я не буду Я скажу Что Валора Гениально Жалко Что он Здесь Правда Погиб Но Лисикс Красава Своими копиями Тут Марс Красиво Все сделал Убил Валору Но Он не Скипнул Пачку Это Большая Проблема Потому что Снайперу Придется Байнуться На самом деле Ему пришлось бы Байнуться Вполне вероятно И бежать Потому что КЗ Володимир Кстати От Дазла Айон Владимир Понимаете Это стильный набор Но это не выкупается Попахивает Если честно Попахивает Попахивает Не очень хорошо 3-2-2 А между Не Арена Нормально Что плохо Это кончится Тиммейти Дерутся Сейчас Инвокеру Разбили Линку Вот это Все Инвокеру Больно Но Инвокер Не бьют А бьют Ну наконец Продлагаю Все-таки Байнуться На снайпер А Мутерблэйд И Блингдайгер Я понял Вот это конечно Серьезно Байбэк от инвокера Но зато Снайпер Не байбэк Мне кажется Все хорошо Ну ладно Могло Кончиться Намного Скажи Так Террорблейд В итоге Уходит Отсюда Билд Террорблейда Конечно Ультра Пепега Поясняю Значит Нужен Дейдалус Скорее Всего Дайгер Плюс Пика Новая Пика Она Хороша Ее Баффали Каст Ренш Инкрист Кулдаун Редюс Туда Сюда Пуш Спид Инкрист Все красиво Однако Урон Кто будет Наносить Есть еще Проблема Снайпер Шоттер Блайт Одинаковые Люди Походу Играют Дайгер Нужен Безусловно Дайгер Это Мастхэв Предмет Здесь Тем более С аганимом Ты правильно Сделал Купил Аганим Это прыжок Плюс Террор Вейв Это Хорошая Возможность Начать Драку Такой своеобразный Дополнительный Инициатор Появляется Но Биг Это Зачем Я понимаю У тебя есть Драгонлайндер Драгонлайндер Это мусор Уже С 40 Выброси Да Выброси Купи Свитблинг Если хочешь Да Да Либо Купи Сериальный Дайдал Любой Дэмэж Вообще Неважно МКБ Можно купить Думаешь Он бабочку Соберет На Снайпере МКБ Снайпер Покупать Самостоятельно Так Алакрити 6к Преимущество Мида Нет Волтер Влет Влет Пошел Пошел Влет Инициация Терблэйдов Великолепно Сыграно Слово Чуть Невеликолепно Потому что БКБ Не снимается Снайпер Ты посмотри Что с Терблэйдом Торис Ливоду Тоже Убили Два Хора Умирает Короче Мужик На снайпере БКБ Линка Умирает Са Рафлан Не кажется Ливан Что Такого Тут оба Пипежные Совершенно Чуваки Терблэйд Питает С Балинка Нажимает РФ Не нажимает БКБ Он инициатор Да То есть Ладно Когда Нициировали Ты что-то Не нажал Но бывает Потому что Не ты Уже Чувствуйся Как этот Мужик Сидит С пивом Футбол Смотрит И говорит Ты что Не можешь Бас 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 Я ощущаю Как из Криминального Силы Заходишь Типа И смотришь Налево Направо Думаешь Что-то Что-то Происходит Что-то Право Да Ну просто Я не понимаю Откуда Спикеры Что-то Что-то Происходит Ты Ты Инициатор Пожалуйста Рожми его А я Вот Недавно Пришел К такому По кайфу Так Инвокер Убегает Слушай А тут Что Гем Какой-то Смотря Смог Ревелиться Так Может Кто-то В Инвизе Нет Непонятно Ну ладно Мне кажется Он даже словил Замедление На Валоре Типа Инвокер На одну секунду Его тяжело поймать Все-таки У него На таком уровне Векса Уже Гостволк Он же Тот Самый Человек Который Нажимает Экзорд В смысле Не перекачивает Полностью Векс 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 Вот тот момент Когда нажимает Гостволк Очень сложно Дабл демот В боте Есть ли Какая-то Возможность Приобрести Боттл Чтобы дать Слушай Грейжен и Владмирс У Даззла Ты говорил об этом Или у него Или Что про Даззла Про то что он У Даззла В Рейс Пакт Да Я увидел Что он Владимир Сделал В Рейс Пакт Я тоже помню Что ты про Владимир А про Рейс Пакт У тебя есть КД большой В Рейс Пакт 25% Редюсс Ол Дэмэдж То есть Это Ол Дэмэдж Прям То есть От Соника И от Нет Это понятно Я к тому Что типа кайф В том Что от Должна быть Да А сколько КД 60 секунд От длительности Только Спелс Только Спелс Сорри Видимо Не работает Почему А работает И там Кулдаун Так же 50% Ну все Ну все Получается Вместо 120 Ив 25 Секунд А КД 60 А так у него КД 120 Что ли Сейчас Смотрю Так у него Не Так у него КД 60 Тогда я не знаю Что это такое Это какой-то баг Значит Может в описании Просто неправильно Сейчас он его вызовет Посмотрим Он туда Вызовет Ну Да нет Купил так Честно А я не знаю Конка Выграет Купил так Я боюсь Это Южная Америка Здесь может быть Все что угодно Кроме того Кстати Омега отдала Совсем спокойно Рошана Очередно Они в серах Рошана подали Абсолютно Вот да Тоже хотел об этом Сказать Ни за одного Из них Вообще Даже не пытались Они отдавали его Каждый раз Когда были живы Впятером У вас снайперы Тут шрапнели Накидаешь Там Встать Невозможно Помнишь Мы говорили О детских травмах Они на предыдущей карте Ее получили Когда с троллем Пошли Возможно С ушли Но Сторона упала ШД Своим собственным Пуржон Немножечко Помогает Террар Блейд Здесь В этот раз Террар Блейд Не оказывается Посреди вражеского Респа Дает Сандер В Queen of Pain За что За что Почему Не в ШД Ух Транквейт Так он мог На ней Валора Прекрасно Справляется Вот в таких Ситуациях С макро задачей Распушить линию Ты можешь стоять Распушивать Лайн Спокойненько И когда начнется файт Ты просто нажимаешь Ультимейт Летишь туда Куда тебе нужно И чувствуешь себя Прекрасно Ну я думаю Что любой Кто здесь играет Не на снайпере Из омеги Не чувствует себя Прекрасно Снайпер такой Типа Нормальная Кайфовая Катка Минус 20 кусков Сижу на хг Знаешь Бью хрипов Там Типа Тараблейда Побиваю Все по кайфу Ему говорят Чала Где демеджи Где демеджи Он говорит Таааа Бейте Понят 30 лет Утец Мне так Видите Целão Мне кажется, он до конца игры не вызовет. Вот реально, почему его не вызвало? Ну просто не вызвало. Тебе увидел, что драка ты меня отечеет, зачем сайд на КД? Я опустил руки. Грейв ТП нас. Я там тратил. Я буду. Так, и в итоге... Ну смотри, два бэка потрачены, нормально. Так, я вот сейчас выделю Даззла, я специально буду смотреть, чтобы он вызвал в рейтспак. Если он не... не дай бог он его не... Это в рейтспак патруль, что ли? Да. FBI opens the door, you didn't use в рейтспакт. Не, ну какая-то дичь творится, конечно. Просто сейчас может быть... Вот такой же сценарий, что с топом произошло. То есть просто ворвется террорблейд, просто начнет бить хайграунд, и что ты ему сделаешь? У него аегис, и даже если он там, ну, потеряет первую жизнь, ему главное БКБ не нажимать. Вот, пожалуй, единственное, что важно. Потому что даже если он окажется под Т4, его начнут лупить там всей командой. БКБ телепорт, у тебя сорокет армора. Я думаю, что тебя не успеют убить за телепортацию. Подалакрить и там, ну, под чем угодно, просто уходишь. Вот, но подобный сценарий пока что повторять у нас игроки команды Dream не хотят. Просто, а, они нападают на Тинни здесь, террорблейд пошел, снайпер нажимает БКБ, линка сбивается рором. Но есть ли фрешер, не готов. Есть, если что, еще один латай. И вот тут уже надо выходить, конечно. Выкупается Тинни, Тос. Ой-ой-ой-ой, как хорошо играет Тинни. Отличные Тосы от Тиррорблейдов, тут самую точку, где надо было бы, но подкил хороший идет от Валоры. У Валоры есть второй ультимейтик на сбой. Но это уже не важно, потому что Тиррорблейды уже заберут, несмотря на хастейпы от Драптора, и Сайя ставят Драпшил. И ставится арена снова, чтобы закрыть мне Тиррорблейд, у которого нет БКБ, у него нет вообще ничего. Ооо, Кайм. И эта игра еще минут на двадцать, я думаю, минимум, будет на сорок. А ты что, торопишься куда-то? Я никуда вообще не тороплюсь, мне пока нет. Я реально, я... Я тайпую от этой Доты, пацаны здесь просто не собирают дэмэдж на корах. Да, типа, зато... Но все равно умирают, что самое странное. Но вот ты видел, чтобы Тиррорблейд заюзал пику? Нет, сейчас вопрос другой. Ты видел, чтобы он мог собрать тебе просто дэмэдж на Таник, и вообще кофе не было. Вот полностью. Это понятно. Вообще плевать было бы на все, что происходит. То есть мы все уже тысячу раз играли свою жизнь на Тиррорблейд, и знаем, как это работает, да. Но нет, тут как бы пацаны... Кроме, на самом деле, Омега реально хорошо нажимает кнопки порой. А, кстати, а он вызвал брейкпак. Так. И чё по кд? А мы не посмотрели. Ну он, может, сейчас еще раз вызовет. Ну, типа, настоящий файт должен. Ну почему бы сразу не... Если он... То есть он должен кдшиться 30 секунд. С учетом жужу. Но вообще на шмотках пишут, что у них откат меньше. Или нет? Почему не пишут? Да, ну да, пишут, пишут, пишут. У Дазла ни на одной шмотке нет меньше отката. Оно всё как же. Тиск 165. То есть он... Может быть, типа... Может, они убрали на айтемах? Ну как бы нет. Кулдаун редакшн, вообще механика кулдаун редакшна, она как бы может быть... Она же только с итемов. Механики кулдаун редакшна нет на скиллах. Ни у кого, кроме Дазлы. Правильно? Может она как-то там не отрабатывает. Ой, ты это видишь? Нет, ты это видишь? Что? Это запах... Это запах хорошей доты. Ты видишь её? Рефрешер на копе или что? Нееет, неееет. Сейчас ты увидишь, братан. Рапира? О! 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 На снайпере! О! Грязно прямо. Это жёстко, это жёстко, но... О, да. Вот мы говорили о том, что дэмэжа не хватает, да, пацанам? И с одной, и с другой стороны, с точки зрения коров. Ну, в смысле, керри героев. Но... Вот он. А, знаешь, что кто-то будет делать в ответ на рапиру? Правильно, рефрешер. Не, ну ему рефрешер как бы нужен. Ему просто реально пика не нужна. И здесь дело не в деньгах. Дело не в том, что... Ты покупаешь пику, теряешь темп. Тут уже не про темп игра. Это 52-ая минута... Тут... Игра про то, что Terra Blade превращается в пугало из волшебника страны ОС. Понимаешь? Всё, что он делает, дважды пугает. Если он рефрешер соберёт. Два пока... Больше ничего. Бабайка просто страшная. Вот, бабайка пошла. Пир наехал. Мах... А снайпер слоудраунда бьёт по хг, кстати. Ну, судя по всему, мажет. Смотри, он стоит слоудраун. Сколько он весов тут получил? Там байбеки. Марс умирает. Инвокер. Снайпер! Ну где ты? Снайпер! Упей их! Опять слоудраунда на хг бьёт. Стоит нормально, в конце концов. Давай! На! Ооооооооооэ пошёл депус! Хорошо разная. И всё! Это раперос. Это раперос. Ценой чего? Ценой на инвокере, да? Оказывается что если есть демеж на мей, керри, то можно выигрывать доту. Нет, этот тильт у меня от тильт от Треблейда, это его билда и я не знаю, у меня просто... у меня глаза на мокром месте от него. Ну, смотри, если б тут не выкупился инвокер, вполне вероятно, что такого файта бы не получилось. Смотри, вот у тебя есть, короче, ну, вполне вероятно, ты прав, но 13 тысяч дэмэджа на снайпере и 4 тысячи дэмэджа на термблэйде. Какая команда должна выиграть в этом противостоянии? Причем каждый из них долго был. Да, да. Ну да, я согласен, 4 тысячи... Не, ну понятно, что инвокер потратил там свой хекс на него, вот этот херлоки, но не на него, я уж что-то, наверное, не помню. Фом на него. Ну, один фиг, ну чё это такое, ну, типа, как можно так играть, чтобы у тебя всплывать ситуацию, в которой у тебя 4 тысячи, да, ну, у противника, сколько нам я сказал, не помню, 12, да? И у вас перифарм у Террорблэйда, у его команды 22 тысячи был. Это же, ну, какой он не должен, что с хексом им летать на битмастера. Бист решил, решил для его команды что-то делать с этим. Безраптиш он пошел, конечно, и подкил тоже есть какой-то. Прайму Роруа удану по господиной Тиней, но вообще, в целом, надо вливать отсюда. Валора терпит, без байп. Ну, там хорошо все делается, кстати, Shadow Demon, он прям молодец. Он очень много в этой драке сделал для того, что никто не погиб вообще, кроме этого кинул еще и лимоник лиц. Снайпера напугали. Да и что дальше-то? Крепы убивают Тетрон. Все, это минус Террблэйки, то что? Ну, а че, а кто, а кто, кто, кто ему поможет в этой игре, окей. Ну, календ. Помогли. Хорошо. И минус, точнее, плюс рапира для Террблэйки. Хорошо. Ну, а вот и урон. Че вот тебе не нравилось? Все было спланировано. Вот я не понимаю твою претензию. Я тоже не понимаю. Вот и все, сейчас идем. Сейчас бы Свит Блинк обмануть, вообще, вот так было бы нормально. Свит Блинк, да. А, он пропадал Блинк. Не-не-не, он переложил. А, он переложил, окей. Чтобы купить, сейчас он покупает, сейчас рефреш, окей. Ну, тоже не особо надо, т.е. метаморфоза хватит более чем одной, и ты должен закончить эту игру. Опа, метаморфоза. Сейчас второй просто. Он нажмет манту, манту, манту. И рефрешит. И переложить блинк. Снайпер выкупается. Догону Тинь, чтоб напевать элитей, да? Арена. Хекс. Может, ты нажмешь, что-то рефрешим БКБ, но нет, на первой плейде, нет? Нет, ладно, отдаст 2-пул. Хорошо, плохая инициация была, ему понравился. Ну, что Дэни, по-моему, вообще никак. Ну, видишь, они заставили снайперы выпукаться. Я не думаю, что хорошая идея здесь. Пока БАБа выкупается. Нормально, нормально. Вот, БКБ-шика как раз после рефреша покла. Черррвейв. Нормально, минус один, минус второй. Сейчас тоже может быть, когда арена закончится. Закрыть, может, первой плейв. Немножко неудачно, Соник Войфу, снайпера, кажется, не получается ему вылезти. Смасшедший. Ну, этот, этот, бут-дота просто невероятная. Я не знаю, какая катка лучше, наверное, первая была, так сказать, вот сегодняшняя, где-то лучше. Да, как-то? Да, да. Там была подлая. О, да. Там была подлая. Да, но здесь это скорее какой-то сюр в совершении, Шейн. Там был сюр в квадрате, здесь сюр в кубе. Вот, но в целом, реально крутая дота, в которой никто не... Не собирается сдаваться, даже когда я камбэкую, там, типа, с 20 тысяч. Ой, неправильный счет поставил. Дриммерс выиграли, конечно же. Вот такая вот игра, друзья. Это реально лучший регион для того, чтобы вот, вот серьезно, после него хочется поиграть в доту, потому что ты думаешь, ну, типа, ну, классический паб, да, у тебя он немного более какой-то, ну, понятный и стабильный. И вот такие игры в паблике, они считаются, типа, знаешь, супер веселыми, интересными, после которых ты весь заряженный, потому что это было супер мемно, типа, интересно, весело. И далеко не всегда тебе важно, кто выиграл даже. И вот, да, когда это происходит в про, это вообще кайф. Да. Ну что ж, на этом вечер, плавно переходящим ночь, не заканчивается. И вас, друзья, ждет еще одна игра. Будут играть Хакори и еще кто-то. Я не помню, какая там другая команда, к сожалению. Но это первый дивизион уже. Вот, комментировать для вас это будут наши коллеги. Если я правильно помню, это будут адекват с Морталисом. Вот, мы же с Кристалл Мэем благодарим вас за внимание и прощаемся до скорых встреч. Всем пока. Да, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok